Всем привет, ребятки! С вами Флэш и это свершилось! Нам добавили прожектор! Сейчас я облечу немножко, вам покажу, как это всё красиво смотрится. Конечно же, в ночных условиях, потому что он будет в основном использоваться только ночью. Днём нет практически никакого смысла. Это просто нечто. Это настолько эпично смотрится. Можно с разных ракурсов... Вы посмотрите, насколько сильно они освещают. Правда, я их кучу поставил. С разных ракурсов можно всё это посмотреть. Сейчас я просто облечу, а потом уже быстренько покажу, с чего он крафтится, как это всё делается. Теперь вид от самих прожекторов, как мы будем наблюдать. Теперь от игрока, как бы мы... Будут ли нас слепить? Но, если честно, не сильно слепят. Тени все есть, всё как положено. Разбить не получается. Блин, я прям не могу насладиться, насколько это классно выглядит. Так, ну настал день, ребятки. И видите, днём, как видите, толку от него не сильно много. Да, немножко ярко участок засвечен, но не более того. В принципе, днём и так всё прекрасно видно. Итак, давайте посмотрим на него поближе. Находится он в вкладке «Айтемс». Вот он. Стоит 1000 дерева, 500 металл фрагментов. Крафтится 60 секунд. И, как видите, в крафте нету топлива низкого качества. В отличие, допустим, от светильника, в котором есть уже топливо, и он крафтится уже вместе с ним. Или, допустим, вот этот светильник. То же самое. Далее у него уже есть своя иконочка. Вот она. И когда мы пытаемся установить... К сожалению, а не можно установить? Офигеть, а у меня до этого не получалось. Я думал, только можно на фундамент установить. Нет, на землю тоже оказывается. Потому что я вот здесь, где пытался, везде видите красный. Я почему-то подумал, что только на фундамент он устанавливается. Но, оказывается, нет. Так, давайте рассмотрим его поближе. Я помню эти концепты. В принципе, он так и выглядит. Но все это видеть в игре, как всегда, необычно. Когда мы подходим, у нас появляется, что мы можем использовать Е и его... Зажать, точнее, клавишу Е, и у нас откроется дополнительное меню. Зажимаем клавишу Е. В принципе, у нас появляется использовать, открыть и включить. Если мы его будем пытаться включать без топлива низкого качества, он загораться, конечно же, не будет. Опять зажимаем Е, открываем, загружаем сюда топлива низкого качества. И простым коротким нажатием Е, опа, и он у нас активируется. Все, ребятки, я могу возле него немножко даже ходить. А, нет, только... Да, вот видите, и не пропадает его управление. И куда я только поворачиваюсь, туда он и светит. Но перед этим надо, конечно же, его зажечь. Вот я его зажег. И теперь очень-очень удобно могу вокруг него ходить. И, видите, светить вообще... А, вот немножко сбилось. То есть, когда я подальше от него отхожу, все, управление сбивается. Надо заново подходить и нажимать кнопку Е. Давайте его попробуем установить на дом. В принципе, для чего он и создан. Я даже, наверное, сделаю вот такой вот уступчик, чтобы побольше освещать территорию. Как бы это у нас происходило. Так наверно вращается. Да, вращается. Можно вращать. Ставим, конечно же, на самый край. Есть. Поставили. Заряжаем его. Быстренько. Опачки. Включаем, конечно же, ночь. Подходим. Активируем его. О-хо-хо-хо-хо. Зажимаем Е. И теперь, куда мы смотрим, туда он и поворачивается. В принципе, бьет очень прилично. Я даже не ожидал, что он настолько далеко будет бить. То есть, я могу даже вот так вот сам себя засветить. Ну-ка, если я на него встану, потому что... Да, и на него можно встать. И, в принципе, он полностью повторяет. Ваше движение. Можно даже куда-нибудь в небо посветить. Но, кроме шлейфа, я больше ничего не наблюдаю. Так, давайте его сравним с самым сильным из того, что у нас имеется. Это с фонариком. Потому что всякие шапки, там свечи, это все фигня. Так, ну давайте, наверное, вот на эти здания посмотрим. То есть, он, в принципе, прожектор их спокойно добивает и освещает. Теперь мы его выключим. Оп. Доставим нашу лыжечку. И включим наш фонарик. У него как-то он шире бьет, но не настолько далеко. Допустим, стена, видите, уже полуосвещена. А все, что за ней, так вообще ничего не видно. Это что касается фонарика. Теперь опять его выключаем. Быстренько включаем наш фонарь. И он намного дальше. Вы видите, и дальние камни светят. То есть, все-таки намного дальше и ярче. А если их поставить несколько, то можно в зону очень большую. Так, расход. Загрузил я сюда 500, как мы помним, топлива низкого качества. Вот за это время 4 уже сгорело. Вот, 95 стало. 495. То есть, в принципе, ну если даже можно посчитать, за сколько секунд она сгорает. Наверное, секунд за 10, за 15. Так, ну я на паузе подождал. Короче, около 15-20 секунд. За 15-20 секунд сгорает одно топливо низкого качества. Далее, что еще про него можно сказать. У него 250 хп. Он долбится, естественно, всем инструментом, всем оружием, холодным оружием. То есть, в принципе, ничего нового. Разбить саму вот эту часть нельзя. Хп, как мы видим, убывает. Но погасить его, к сожалению, не получится. Было бы очень прикольно. Так, и опять же, сейчас я авторизован шкафу. Сейчас я деавторизуюсь. И посмотрим, какие у меня менюшки появятся. Скорее всего, никаких. Хотя нет. До сих пор я могу его залутать. Хотя у меня билдинг-блок тут стоит. Видите, вот. То есть, это, наверное, скорее всего, поправит и сделает аналогию со светильниками. Потому что, ну, как-то неправильно будет, что его могут лутать люди вне зоны. Надо уже по аналогии делать. И также использовать его по-прежнему могу. Ну, вот, в принципе, и все, ребятки. Считаю очень классным добавлением. Потому что, как минимум, ночью будет намного разнообразнее дома. Ну, в начале ролика я специально много их поставил, чтобы показать, как все это смотрится. Очень эпично, очень классно. Можно их по-разному освещать. Можно, наоборот, поставить здесь где-то все эти светильники. И на дом, наоборот, направить. Знаете, как делают? Чтобы освещать, наоборот, какие-то памятники. Вот так вот ставишь. Включаем. И направляем на дом. И ваш дом будет ночью очень красиво подсвечиваться. И все будут знать, что это именно ваш дом. Какие-нибудь небоскребы. На самом деле, офигенские вообще. Класс. И следующее, ребятки, изменение. Нам добавили новую броню деревянную. Старую, видите, изъяли. Больше ее нет. Вот теперь только новые щитки и нагрудник. По цене, вроде, насколько я помню, она не изменилась. Нагрудник одна веревка 300 дерева. Щитки одна веревка 200 дерева. И давайте посмотрим, как она смотрится, когда мы ее надеваем. Щиток. Как мы помним, нам ее подгоняли, чтобы под ней одежда все красиво смотрелось. Броня, в принципе, выглядит абсолютно так же, как и на скриншотах. Но все равно, видите, как-то она облегает. Не плотная, я бы сказал бы. Задняя часть филейная, так сказать. Так, давайте теперь попробуем под эту броню надеть у нас, допустим, вот эту маечку. Видите, все красивенько у нас надевается и нигде ничего не выпирает. Все очень даже хорошо. И попробуем надеть штанишки. Опс. Тоже все наделось, нигде ничего не завылазит. Видите? А, хотя вот тут вот косячокс, косячокс. Ну да, это на самом деле, наверное, сложновато сделать, чтобы все прям идеально подходило. Так, и на красном попробую сменить. Тоже все надевается. И, в принципе, красиво, достойненько смотрится. На этом, в принципе, все, ребятки. Пишите свои комментарии, что вы, опять же, по всему этому поводу думаете. Особенно по поводу нового прожектора. С вами был Флэш. Как всегда, увидимся в следующем видео. С вами был Флэш.